10 лет на газификацию всего края. Такой срок поставил губернатор. Отсутствие газа – одна из самых частых тем обращений к главе региона. В Кудепсе появится новый сквер и спорткомплекс. График работ под личный контроль взял мэр Сочи. В Сочи стартовал Кубок Надежд. В состязаться приехали полсотни гимнасток из пяти городов края. 10 лет на то, чтобы почти полностью обеспечить кубанцев голубым топливом. Такую задачу поставил губернатор на краевом планерном совещании. В Краснодаре обсудили проблемы обеспечения жителей края газом. Несмотря на то, что сейчас трубы с ценным ресурсом уже проведены в большую часть сел и хуторов, отсутствие газификации – одна из самых частых тем обращений к главе региона. Трубе с голубым топливом в небольших поселениях радуются как настоящему чуду. Например, в станице Камышеватской Ейского района газ появился всего месяц назад. До этого топили по старинке – дровами и углем. Но такие дедовские методы на Кубани постепенно уходят в прошлое. За последние три года в регионе газифицировали 74 села. Просьбы обеспечить современным топливом едва ли не самые частые в обращениях граждан в краевую администрацию. Получается, что мы на окраине находимся. И когда общая газификация прошла, мы немножечко в стороне остались. И там были обещаны в тот момент, как это называется, кран непосредственно для нашего микрорайонщика. Но так получилось, что в проекте как-то мы проскочили мимо, что ли. Сегодня уровень газификации в крае больше 83%. К 2030 году этот показатель должен достичь 95%. Такую задачу поставил сегодня губернатор. И в этом вопросе важно расставить приоритеты и разработать четкий план, где будет указано, где, у кого и когда появится голубое топливо. Сейчас худший показатель обеспеченности газом – 14% у Туапсинского района с его сложным горным рельефом. Но есть проблемы и наравнения. Низкие показатели у Кущевского и Крыловского районов. Агизная палка – 265 человек проживает. У Туапсинского – 150 человек. То есть у нас крупные населенные пункты, все газифицированные. Небольшие населенные пункты у нас пользуются баллонным газом. Эту сумму, я вам сказал, 12,5 километров протянуть 51,5 миллион рублей. Поэтому, конечно, мы исходим из здравого смысла и смотрим, что у нас в очередности. Илья Александрович, вот я абсолютно, коллега, с вами согласен за подход здравого смысла. Если приоритет можно расставить там, где количество людей достаточно большое проживает, конечно, надо газ проводить. Вот исходите, вы правильно сказали, из здравого смысла и приоритета. Нам просто нужно вот такую позицию занять. Там, где нет, сказать, слушайте, вот нет. Либо в 40-м году, либо-либо. А там, где уж точно сказали, что будет, ну тогда все. Тогда все силы бросили на то, чтобы газ у людей появился. Потому что у них снова, наверное, уже в какой раз появится надежда. А если она уже появится на надежде, тогда мы не имеем права в очередной раз уже, и в какой по счету, неизвестно, их подвести. Вот в чем момент. То есть должна быть правдивость, еще раз подчеркиваю, наших слов. Особое внимание глава региона обращает на садовые товарищества, в которых зачастую люди живут на постоянной основе. Подвести газ в такие объекты за счет бюджета не позволяет закон. Подобные территории просто не входят в состав поселений. Но это не значит, что людей нужно оставлять один на один с коммунальными трудностями. Мы эту проблему все время обходим, потому что мы говорим, что это невозможно, потому что садовые товарищества – это вообще чуть ли не отдельная территория. И тем не менее, там же живут люди, в садовых товариществах живут люди. И оставлять их за чертой жизни, ну, будет неправильно. Неправильно. Поэтому тоже здесь мы должны разобраться и понимать, как нам подключать газу, а газифицировать. Поэтому давайте тогда тоже дорожную карту разработаем. И по тем садовым товариществам, там тоже количество жалоб достаточно большое, Евгений Владимирович, тогда посмотрите и возьмите тоже на контроль и их. Один из вариантов решения проблемы – присоединять территории садовых товариществ к селам и городам. По такому пути уже пошли в Новороссийске. Сегодня те, которые включены в черту населенного пункта, их более 20 уже, у них всего у нас 224. Но которые включены, согласно, мы входим каждый год в краевую программу. Спасибо огромное за понимание. И вот благодаря краевой программе мы газифицировали уже более 20 бывших СНТ. Еще одна проблема развития газовой сети – отсутствие свободных мощностей. В крае примерно 25% распределительных станций не справляются с возрастающей нагрузкой, из-за чего в трубе падает давление газа. Чтобы решить проблему, необходимо строить дополнительные магистрали, которые соединят свободные и перегруженные пункты. Ваши государственные программы, по которым мы сегодня предоставляем денежные средства районам, предусмотрят дополнительное финансирование ежегодно в размере 300 миллионов рублей. И по этой программе мы будем эти закольцовки строить. Соответственно, денежные средства, они не велики, а эффект, который будет, это очень большой. Кроме газификации поселений, на краевом планерном совещании обсуждали повышение ответственности управляющих компаний. По словам губернатора, растет не только количество таких организаций, но и жалобы населения на их работу. Госжилинспекция края должна усилить контроль над обслуживающими дома фирмами и ТСЖ. Госжилинспекция должна приявить свою принципиальную позицию и помогать жильцам, в том числе, собирать общие собрания. Потому что, насколько мне известно, управляющие компании очень активно препятствуют. Но вот здесь мы должны стоять на сторону жильцов. Еще раз подчеркнусь, жильцов. Потому что они есть потребители, они есть те, кто платит. Они хотят платить соразмерно стоимости и качество услуг, которые получают. Соразмерно. А не получать квитанцию от управляющих компаний, где не совсем они понимают, сколько и за что они должны платить. И почему именно столько. И на любые вопросы управляющие компании вообще порой ответов даже не получают. Мы не можем мириться с такой ситуацией. Еще раз подчеркнусь, для нас очень хороший выход перейти на прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающей организацией. И мы должны быть, наверное, в этом заинтересованы. Потому что в противном случае мы уберем проблему, которая множится. Жильцы хотят, ресурсоснабжающие организации хотят. Они хотят напрямую уже взаимодействовать. Потому что проблем с управляющими компаниями много. Но управляющая компания, получается, здесь рулит. Как бы, грубо говоря, хвост рулит собакой. Это никуда не годится. Так нельзя дальше просто испытывать терпение, еще раз подчеркиваю, жильцов. Нельзя. И управляющие компании должны здесь задуматься, насколько такая работа нужна. Сегодня в регионе больше 700 управляющих компаний. Рынок откровенно перенасыщен. При этом шестая часть таких организаций не ведет никакую деятельность. Губернатор поручил госжилинспекции края разработать и внести предложение в Министерство строительства России. По ужесточению правил лицензирования. Это позволит избавиться от недобросовестных управляющих компаний. А значит, одной коммунальной проблемы в регионе станет меньше. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Предварительные итоги года подводят в строительной отрасли. В Краснодаре говорили о возведении социальных и спортивных объектов на Кубани. В 2019-м на 50 зданий выделили более 5 миллиардов рублей по федеральным и краевым программам. Как осваивают средства в районах, проверил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко во время селекторного совещания. Многие муниципалитеты уже сдали школы и детские сады в эксплуатацию, но некоторые затягивают сроки. Совещания по строительству соцобъектов проходят в крае регулярно. Каждая школа, детский сад и спорткомплекс на особым контроле. Они входят в реализацию нацпроектов и допускать срывы и долгострой нельзя. Уже введена в эксплуатацию и приобретены всего 12 объектов. 4 школы в Денском, Приморско-Ахтарском районе, 2 объекта в Сочи, 4 объекта спортивного в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском районе в городе Армавире. До конца года осталось ровно 2 месяца. Конечно, во многих районах успеют вовремя сдать объекты. На участках наращивают темпы строительства, увеличивают число рабочих и заводят дополнительную технику. Но некоторые муниципалитеты не укладываются в сроки. Например, в Анапе опаздывают с детским садом и школой. Но мы же тоже заинтересованы, тоже построить эту школу и садик. Юрий Федорович, вы заинтересованы. Ваш заместитель не заинтересован. Он даже не приезжает на совещание. У вас человек, который в образовании работает, стройки понимает больше, чем профильный зам. Так зачем он нужен? Зачем нужен человек, который не понимает в той сфере, которую курирует? Для чего? Он даже организовать работу не может. Да, понимаю. Проблемы не только в Анапе. Пытаются попасть в календарные даты и в Новороссийске, Краснодаре, Денском, Северском, Лобинском и других районах. Ответственность за социальные объекты несут главы муниципалитетов. Подписывая контракты, руководители берут на себя обязательства, что деньги, выделенные краем, будут освоены вовремя. Поэтому надо выбирать надежных застройщиков и подрядчиков. Я обращаю еще раз внимание всех глав муниципальных образований на вашу ответственность и безукоризненно выполнение, обязательное выполнение, поручение губернатора. А нацпроект – это задача, которая поставлена президентом. Если кто-то думает, что он может корректировать планы руководства страны, может, просто не думает, может, просто не осознает, что это планы руководства страны, то он глубоко ошибается. И последствия будут очень жесткие. Это вопрос и ответственность в том числе подрядных организаций. Также Андрей Алексеенко поручил главам Крымского и Темрюкского районов активнее решать вопросы, связанные со строительством крупных объектов водоснабжения, чтобы в западной части края могли забыть о бытовых проблемах. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В микрорайоне Кудепста появится новый сквер. Впрочем, и во всем поселке планируют провести масштабную работу по благоустройству. График ее выполнения во время обхода территории под личный контроль взял мэр Сочи Алексей Копайгородский. Также говорили о паводках, самовольном строительстве, новых школе и детском саде. Эти кадры сняты в июне. Река Кудепста вышла из берегов и затопила десятки дворов и домов. Первый удар стихии пришелся на улицы Искры, Дарвина, Сухумское шоссе, переулки Тихий и Александровский. Сейчас, спустя четыре месяца после ЧП, глава города дал поручение провести сбор, объяснить жителям важность страхования имущества, а полученная компенсация и поддержка города помогут быстрее справиться с последствиями разгула стихии. Также необходимо укреплять берега горной реки. Договоренности о совместной работе с краевыми и федеральными ведомствами уже достигнуты. Мы отработали механизм как раз сейчас. Все обследования, все четыре района, где есть такие ситуации, мы смотрим и подготавливаем проектно-смедо документацию. Конечно же, мы будем помогать, приезжать в каждый дом, заходить, оказываться действия, но никого в беде не оставим. А это очередной самострой. Вместо трехэтажного застройщик возвел 12-этажный дом. Рядом с ним и обсуждали борьбу с незаконным строительством. В Сочи будет создано муниципальное предприятие, которое займется сносом нелегальных объектов. На особый контроль, передвижение документов, все в ручном режиме. В микрорайоне Кудепста около 17 тысяч жителей. Судя по опросам людей, им не хватает мест для семейного отдыха. Заросший пустырь на улице Искры скоро превратится в сквер. Здесь появится крупный спортивно-развлекательный комплекс для детей и взрослых. Его строительство в рамках проекта «Комфортная городская среда» должно было начаться через 2-3 года. Однако глава города дал поручение ускорить подготовку. Сквер обустроят уже до конца следующего года. 18-я школа в Кудепсте переполнена. Она рассчитана на 1200 мест, а учеников уже почти вдвое больше. В классах по 35-40 человек. Эту проблему тоже будут решать, заверили в мэрии. Будет запланирована пристройка на 400 деток школы, чтобы Кудепста уже спокойно вдохнула в плане школы. И также территория, которую можно будет оставить для общего пользования жителям. В сквере она будет еще благоустроена. Неэффективно используется территория, используется, по сути дела, вот этот блок, стадион. В школе-интернате по улице Дарвина работает лишь один корпус, остальные в заброшенном состоянии. Не используется и двор, почти 5 гектаров. Здесь можно было бы построить и новую школу, и детский сад. Но земля не принадлежит муниципалитету. Глава города поручил подготовить перспективный проект развития этой территории до 1 декабря. Затем его отправят на обсуждение в администрацию региона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 7 ноября в Сочи ясна. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем 20-22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 18. В Красной Поляне прошел большой день здоровья. В Доме культуры прием провели врачи 8-й, 4-й больницы и городского центра медицинской профилактики. Жители поселка могли пообщаться со специалистами, сдать экспресс-анализы. На День здоровья приехал и маммографический комплекс. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Дом культуры Красной Поляны на один день превратился в мини-поликлинику. Здесь высадился настоящий медицинский десант. Сахар сразу, а холестерин 3 минуты. Сдать кровь на сахар и холестерин, проверить возраст сосудов и легких и получить консультации терапевта. Прием прямо в Доме культуры вели врачи сразу трех учреждений. Четвертой поликлиники 8-й Краснополянской больницы и городского центра медпрофилактики. Можно скринингово обследовать большое количество населения и из этого скрининга выловить как такую сетью как раз вот такие вот моменты, которые выходят за норму. И мы этим людям предлагаем, записываем конечно их с телефонами, предлагаем приходить к нам в поликлинику на уже более детальное обследование, для того, чтобы мы после этого обследования могли поставить диагноз. День здоровья посвятили профилактике инсульта. День борьбы с этим заболеванием во всем мире отмечали 29 октября. Совместно с городской больницей номер 8 центр медпрофилактики проводит ряд обследований. Для выявления факторов риска это повышенное артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также мы рассказываем, как правильно вести свой образ жизни для того, чтобы предотвратить развитие этого заболевания. Среди пациентов дня здоровья в основном люди старшего поколения. Риски развития заболевания сосудов и сердца повышаются после 40 лет, но болезни стремительно молодеют. Для заботы о своем здоровье любой возраст подходящий, считают молодые мамы Татьяна и Алина. Я думала, если честно, людей будет намного больше. И молодежь. Надеялась, что будет молодежь, потому что все-таки профилактику надо проходить. Так как мы уже мамы, мы понимаем намного, что это серьезно. О здоровье нужно заботиться. А еще на День здоровья привезли маммографический комплекс. Это укомплектованный всем нужным оборудованием кабинет на колесах. Возле фургона выстроилась большая очередь из женщин, желающих пройти обследование молочной железы. Обследование нужно проходить раз в два года для профилактики. Если человек наблюдается уже у маммолога или гинеколога, то раз в год. В последний раз День здоровья такого масштаба в Красной Поляне проводили больше пяти лет назад. Такого большого перерыва больше не будет, пообещали организаторы. Ведь важно не только лечить больных, но и сопровождать здоровых. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи отметили праздник иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость. Храм в честь этой иконы построен в больничном городке. Икона Богородицы Всех Скорбящих Радость известна уже более трех веков. Благодаря ей во время царствования молодого Петра I, согласно церковным источникам, излечилась сестра патриарха Иова Евфимия. Чудесное исцеление совершилось 24 октября, 6 ноября по новому стилю. Позже для иконы построили новый храм в Москве, который так и назван Всех Скорбящих Радость. Храм в честь этой православной святыни есть и в Сочи, в больничном городке. Сюда приходят верующие, желающие исцелиться от тяжелых болезней или просящие скорого выздоровления своим близким. На торжественной службе в честь престольного праздника побывал сегодня и глава Сочи. Алексей Копайгородский пожелал и священнослужителям, и прихожанам крепкого здоровья и благополучия в семьях. Кинотаврик снова в Сочи и уже в 19-й раз. Международный детский фестиваль искусства стартовал 3 ноября и завершится завтра. В этом году помимо традиционных номинаций «Кинодебют», «Хореография», «Сценическое искусство» появилось и новое – «Вайны». Участники в этих номинациях выступили накануне, а сегодня российские кинематографисты, модельеры и актеры оценивали таланты вокалистов и смотрели показ «Мод». На репетиции побывала Татьяна Говоркова. Репетиция в гримёрке – вполне обычное дело. Сегодня здесь раздаются голоса участников вокального конкурса. В Кинотаврике воспитанница Сочинской вокальной студии участвует уже во второй раз. В прошлом году заняла второе место, а на этот раз сердца жюри будет завоевывать ноченькой. Нежный образ под стать выбранной композицией Софья Пономарёва создаёт сама. Ну а когда к внешней красоте добавляется красивый голос – это уже часть успеха, уверена будущая певица. Хотя свои силы Софья оценивает трезво. В эстрадном вокале она всё же не так давно. Конкуренция довольно большая и работа всегда есть. И даже каждый проигрыш – это толчок к чему-то больше. То есть я считаю, что даже если что-то не получится, не надо расстраиваться и наоборот попробовать себя. Фестиваль Кинотаврик – как раз тот конкурс, где юные таланты могут проявить свои способности и, как говорится, попробовать на вкус сцену. В этом году за пресс-фестиваля борются больше полутысячи ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Здесь не только вокалисты. Сценическое искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, мода, кино и новая номинация – «Вайны» – создание коротких роликов для соцсетей. У нас три конкурсных дня. В первый конкурсный день у нас проходила номинация «Кинодебют». И у нас была премьера в этом году, новая номинация, называется «Вайны». Ну, то есть мы следуем трендам. Так как мы, естественно, работаем с детьми, наша целевая аудитория – дети. Конечно же, мы все эти модные штучки замечаем, и у нас в этом году премьера. Выступление участников оценивает профессиональное жюри, а это известные актеры, режиссеры, хореографы, модельеры, педагоги по вокалу и, конечно же, автор «Кинотаврика» – продюсер, кинокритик Марк Руденштейн. За 19 лет каждый год отбираем какую-нибудь звезду, и у нас уже в следующем году мы соберем всех звезд, 20 лет будет, которые стали звездами. Но это не значит, что для них делается фестиваль. Фестиваль делается для детей, которые просто смотрят на все это и видят, что можно и жить по-другому. Главное, чтобы они увидели вершину этого всего, увидели возможности свои и на всю жизнь остались любителями культуры. Очередных звезд «Кинотаврика» объявят уже в четверг. Вечером 7 ноября на сцене Зимнего театра пройдет церемония закрытия Международного детского фестиваля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В конце ноября сборная Краснодарского края по керлингу будет участвовать в отборе на первенство мира. А пока юниорская команда выявляет сильнейших на первенстве региона в Сочи. Да и сама сборная Краснодарского края состоит из одних сочинцев. Почему, расскажем далее. Неровный лед, свиппинг и техника толкания камней. Сборная Краснодарского края на региональном первенстве готовится к первенству страны. Пройдет оно в Сочи с 11 по 17 ноября. Из шести команд выберут сильнейших, которые будут представлять свой регион на всероссийском уровне. Мы пробуем разные методики, разные техники, разные тактики, чтобы потом, вот у нас дальше будет первенство России снова, чтобы там уже выступить более хорошо. Как и в любой тактической игре, преимущественно мы работаем на тактику. Но тактика это одно, а исполнение, сейчас будем пробовать разные техники исполнения. Потому что там как есть зависимость от вращения, так и от силы выезда. Нужна очень хорошая логика. В общем, и спортивная подготовка. У нас проходили всероссийские соревнования, как первенство России, на котором мы очень хорошо выступили. Всероссийская спартакяда учащихся, на которой мы заняли четвертое место. Опыт, конечно, интересный, но все-таки сложный. Важные достаточно соревнования. За это можно получить какие-нибудь большие разряды. У нас две сборных Краснодарского края. Мы основная сборная. Оцениваю нашу сборную края как отличную, очень сильную команду. На первенстве мы можем выиграть даже призовое место спокойно. Просто главное не волноваться и идти к высшим достижениям. Хочу стать вообще игроком сборной России, а потом уже, возможно, тренером сборной. Первенство Краснодарского края, но на дорожках одни сочинцы. А все потому, что керлинг разбивается только в одном городе края, столице зимних олимпийских игр 2014. Единственная площадка в регионе расположена в ледовом дворце «Ледяной куб». У нас шесть дорожек. Никакой из регионов не могут похвастаться таким же ледом, как у нас. Поэтому и все соревнования российского масштаба, также международного, проходят у нас в городе. В ближайшее время, 7 ноября, у нас пройдет международный турнир на нашей арене. Поэтому приглашаем болельщиков смотреть керлинг. Спортсменами мы тоже можем похвастаться, поскольку наша юниорская сборная девушек заняла в прошлом сезоне третье место на первенстве России до 2021 года. И на «Спартаке» зимней она заняла также третье место. И в конце ноября мы будем отбираться этой командой на первенство мира. Керлингистов называют аналитиками. В этом виде спорта важно абстрактное мышление. Здесь основное соревнование – в точности выпусков камней. К слову, спортивный снаряд изготовлен из гранита. Еще один атрибут керлинга – щетка. С ее помощью спортсмену нужно попасть камнем в нарисованную на льду мишень, причем как можно ближе к центру. Управляют движением гранитного снаряда спортсмены с помощью свиппинга. Так называется прием натирание леда щетками перед камнем. Выходит не только от силы воли, но и от силы трения. Зависит достоинство завоеванной медали. Кубок «Надежд» под таким названием в первой спортивной школе проходят краевые соревнования по спортивной гимнастике. Состязаться приехали 53 гимнастки из пяти городов края. Программа соревнований по спортивной гимнастике будет насыщенной. Один из этапов включает в себя вольные упражнения. Судьи оценивают грацию и пластику гимнасток. Выступления на бревне и брусьях, опорные прыжки – это уже оценка техники. Из 53 участниц – 7 кандидатов в мастера спорта. Две из них – соченки. По итогам этих соревнований будет комплектоваться сборная команда Краснодарского края, которая примет участие в федеральных уже мероприятиях, соревнованиях. Посвящаются эти мероприятия из 101-й годовщине доп. образования. 20 ноября будем отмечать 179 лет День города. Эти мероприятия тоже сама посвящаются этим датам. В турнире участвуют 12 соченок. В Кубке надежд они как раз подают большие надежды. Тренеры уверены, среди них есть кандидаты и в сборную края. Там надо ничего не бояться, не жалеть себя. Бревно сложно. Даже если мозоли натирать, то… Бревно очень сложно. Там сальто назад надо еще на бревне на голом. Там фляг на голом. То есть вот это все можно от них сделать, раму себе. А на ковре даже можно прыгнуть там, допустим, двойное сальто и можно упасть на шею. Поэтому некоторые говорят там… Или на прыжке, вот только хару когда крутишь, это руки ставишь на прыжок и в воздухе ноги подгоняешь и делаешь сальто. Вот из-за этого надо, ну, то есть не думать обо всем лишнем, надо думать о том, что ты сейчас делаешь. Вот соперники там сидят, поэтому надо стараться. Победители краевых соревнований по спортивной гимнастике «Кубок надежд» получат грамоты, медали и, конечно, сам кубок. Ну а лучшие из лучших будут защищать честь региона в составе сборной Краснодарского края. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях. В группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешиа. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск